Ну как там с деньгами? Привет, друзья! На этом канале месяц назад я выпустил ролик про фильм «Брат». Я решил переснять все места съемок фильма «Брат». Ну, брат, ты даешь! Ролик взорвал интернет, там больше 10 лайков. Вот уже 11. И вот настало время выпускать второй ролик. Примерно полгода назад я продал свою машину, у меня был KC. И вот эту гору, бля, да, высепь вот на это говно, чтобы оно не воняло. Продал за 900 тысяч, 800 из которых я вложил в Тинькофф Инвестиции. И за полгода у меня получилось заработать почти 100 тысяч. Какие ваши доказательства? И в этом ролике я бы хотел побыть в роли учителя. Это призвание. И дать советы тем, кто только приходит на Тинькофф. И если бы мне дали эти советы, когда я только начинал, то я заработал бы гораздо больше. Эмоции и страх. Каждый раз, когда вы купите акцию, и она спустится хотя бы на 1%, у вас будет дикое желание ее продать. Здесь единственный совет, расслабьтесь. Акции не могут падать вечно, и когда-нибудь она отрастет. Я тут как-то прикинул и стал считать, что если бы я не продавал бы от страха акции, когда они падают вниз, то в итоге сейчас я бы заработал бы никакие там уже не 100 тысяч. Я бы сейчас уже шел бы там, не знаю, за новый BMW какой-нибудь. Следующий пункт это торговля на последние деньги. Если вы хотите зайти на биржу, быстренько заработать и уйти, то есть вероятность, что этого не произойдет. И вам придется держать ваши деньги и месяц, и два, и пять, и даже полгода. Поэтому на последние деньги лучше не торговать. Если вдруг они вам как-то понадобятся, вам придется фиксировать убыток и снимать их. Следующий пункт. У вас слишком мало акций в портфеле. Если вы возьмете все свои деньги и вложите в один бренд, то случись у него проблемы, его акции пойдут вниз. А так как у вас все акции в одном бренде, то весь ваш портфель также полетит вниз. И вам придется вот опять же, как в том пункте, ждать несколько месяцев, прежде чем он восстановится. А будь у вас какой-нибудь другой бренд еще, вы могли бы хотя бы зарабатывать там. Следующий пункт. У вас слишком много акций в портфеле. Если вы держите по 30-40 акций, в случае их просадки, да, когда просадятся и 10, допустим, из них, у вас просто не останется денег, чтобы каждую из них усреднить. Какую-то вы усреднили, да, там вышли в плюс, продали, а какие-то будут висеть до тех пор, пока хотя бы в ноль не выйдут. Правильная точка входа. Когда мы смотрим на график, он рисуется с небольшими колебаниями. Но в один момент акции начинают резко расти. И мы хотим запрыгнуть в этот поезд и покупаем акции. Но тут стоимость акций начинает резко снижаться. И мы узнаем, что купили их на самом верху. Итак, почему это происходит? Когда график находится вот здесь внизу, здесь люди жалуются, блин, почему не растет? Соответственно, новичкам кажется, что, ну, здесь ловить нечего. А когда акция начинает дорожать, все пишут, блин, смотрите, ракета пошла там. Блин, смотрите, ракета пошла там. И новички заходят. Но они не понимают, что покупают-то они акции у тех, кто зашел как раз-таки внизу. То есть внизу уже сливают их. Здесь единственное, как можно с этим мороться, покупать акции не когда они идут наверх, а когда они спускаются вниз. Звучит банально, но на самом деле так и есть. Покупать, когда что-то красное, просто не хочется. Да, ну, хотя бы даже на подсознании кажется, что здесь это какая-то провальная. У компании плохо дела идут, зачем, да, сюда влазить. А здесь, когда зелененькое, ну, вот сейчас запрыгну в вагон и понесусь вверх. Но оказывается, что запрыгивают они в последний вагон. А покупать лучше просто по чуть-чуть, да, на каждый какой-то неопределенный процент падения. Следующим пунктом я бы поставил не воспринимать буквально все, что пишут в пульсе. Для тех, кто не знает, пульс это социальная сеть, которая встроена в теньков инвестиций. Во-первых, матерые инвесторы там не сидят, да, у них нет желания вам строчить свои инсайды, да и вообще зачем делиться информацией, да, они сидят там и работают. А вот паникеры строчат туда каждую минуту. Если какой-то чувак сидит в шортах, он будет выискивать везде по интернету новости, которые будут подтверждать его теорию о том, что компания сейчас упадет. Соответственно, он их будет выискивать и туда отправлять вам в социальную сеть. И в случае их обвала прибыль составит 10 к 1, даже 20 к 1. То же самое и с теми, кто сидит в лонге. Он будет выискивать только новости, которые положительно влияют на рост компаний. И совсем не обращать внимания на плохие новости. Если вы возьмете Union Carbait за 7, а продадите за 30 ватт. Техасские инструменты за 11, а продадите за 47. Поэтому все это максимально предвзято. Не воспринимайте все, что пишут в пульсе буквально и думайте своей головой. Следующий пункт – это торговля с плечами. На самом начале, когда будете торговать, не влазите в плечи. Но на самом деле лучше никогда в них не влазите. Даже если вы очень сильно уверены в росте компании, Дональд Трамп напишет пару строчек в Twitter, и все это полетит вниз, а вы словите margin call. И последний пункт – это не шортите. Открывать шорт – это по сути как зайти в казино. Вы ставите ставку, если она вдруг падает, вам повезло, вы зарабатываете. Но если вы не угадали и акция пошла вверх, то вы начнете терять деньги. Так как в случае с лонгом, когда акция проседает, вы можете потратить любое количество времени до того момента, когда она снова вырастет. А если вы открыли шорт, то каждый раз, когда акция находится наверху, вы должны будете отстегивать своему брокеру проценты. Но мы с тобой брокеры. Мы уносим домой реальный нал. Нашу комиссию, мать твою, за ногу. Плюс вообще, смотря за сделками других людей через пульс, я замечал, что на шортах в основном они как раз и теряют основную часть денег. Терял деньги. И вообще мы живем в классное время, когда мы можем покупать и продавать акции с телефона, с планшета или с компьютера. Ну я компьютер-маг, он вечно там что-то хочет непонятного. Поэтому вам удачи. Если это видео показалось вам полезным, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней.